В мире действительно немало педагогических систем, но все последние годы, это все более и более, весь мир обращается к гуманистической системе культурно-исторической психологии Льва Выгодского. Мы проходим здесь в зале по выставкам и видим зал имени Выгодского, так же, как зал и престоловцы. По сути дела, программа развития личностного потенциала выступает как уникальный смысловой интегратор лучших по идеологии подходов, которые развивают человеческое в человеке, гуманизация человека. Но здесь среди первых, конечно, все тот же Лев Выгодский, который говорил, что главное от систем перейти к судьбам. Программа развития личностного потенциала – это программа развития судьбы человека, программа развития человеческого в человеке. В этом ее фокус и в этом ее острие. Программа развития личностного потенциала приведет к уникальным результатам, и слово «уникальность» – главный фокус этой программы и для педагога, и для ребенка, и для мира, в котором он живет. Прежде всего, она приведет к тому, что человек почувствует себя не в мире культуры полезности, где он вещь, где он винтик, а в мире культуры достоинства, где он может самореализоваться, стать успешным, развить самого себя. Это относится к ребенку, это относится к учителю, это относится к тому, что одаренный ребенок, одаренный ученик начинается с одаренного учителя. И в этом смысле с одаренной школы. Поэтому программа развития личностного потенциала, школа возможностей – это ключевая программа развития образования в России. И она все более и более становится востребованной и звучащей. И поэтому тут много проблем, много рисков. Но наше дело правильное. Мы идем так, чтобы наши дети, наши учителя оказались в стране. Помните слова из фильма «Доживем ПА» до понедельника? Счастье – это когда тебя понимают. А я скажу, счастье – это когда страна принимает как личности своих детей, как личности своих учителей и, больше того скажу, как личности своих министров образования. Когда-то, когда мы думаем, как связаны все эти программы, мы задумываемся о том, как связаны интеллект и развитие личности. Замечательный Пушкин описывает, как Моцарт шел к Сальери и остановился слушать скрипача слепого. И тогда Сальери сказал Моцарту – «Ты, Моцарт, недостоин сам себя». Талант, эмоциональный интеллект, универсальные учебные действия, которые мы называем навыки 21 века – это инструменты развития личностного потенциала, инструменты развития силы «я». Когда каждый человек должен обрести самостояние, личностный потенциал – это обретение каждым человеком самостояния или вызовов неопределенности, сложности и разнообразия. А программы эмоционального интеллекта, навыки 21 века, другие программы, и главное – уникальной переподготовки учителей, все это программы, которые помогают развить личностный потенциал в мире образования.